здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня мы получили посылку от подписчика посылки в этой находится блок от митсубиси монтера для американского рынка изготовленного значит просьба проверить работоспособность блока на столе и при необходимости отремонтировать давайте вскроем нашу посылочку запаковано очень хорошо в такую пупырочку чтобы не разбилось вот такой вот у нас блок читать мы его будем и записывать с помощью PCM флешера его модуля митсубиси к-лайн записывать и читать зачем для того чтобы сделать има офф на столе и запустить его с помощью генератора импульсов давайте мы сразу же вскроем наш блок даже если мы выявим неисправность вам все равно придется вскрывать и устранять делаем мы следующим образом вот сюда вот подставляем вот такие вот инструменты далее с этой стороны мы аккуратно подцепляем и вытаскиваем плату вот пожалуйста плата у нас готова вот такая вот плата теперь давайте посмотрим подключение к самому блоку так по этому поводу у меня есть хелпики делал сам из мотор даты значит выбираем распиновка б.у. и у нас где-то здесь есть ищем монтера 3 литра вот вот такой вот блок значит смотрим у нас 4 разъема в 3 ряда вот они у нас здесь форсунки это катушки идет три канала управлять шестью цилиндрами это реле бензонасоса минус управление это майн реле главное реле минус управление это майн реле плюс грунт масса датчик коленвала датчик распредвала постоянное питание питание включение замка к line и будут для программирования блока на столе для программирования мы подключаем только значит вывод от замка зажигания вот он у нас дальше подключаем к линию к линию подключаем так дальше мы подключаем постоянное питание плюс 30 это вот здесь она у нас дальше мы подключаем массу масса у нас будет вот здесь вот она у нас масса дальше мы подключаем минус майн реле управление главным реле а сюда мы подключаем плюс майн реле вот такой у нас получился распин блока вот такая подключка и еще нам конечно же потребуется бутин включая бутин так раз два три 4 5 6 вот здесь вот находится бутин как я уже говорил подключаться на будем с помощью писем флешера сейчас подключаем питание нашу коробочку так теперь подключаем бутин в коробочке у нас выведен отдельно вот с этого разъема с db9 теперь подключаем разъем db25 подключение у нас осуществлено также мы берем адаптер open порт естественно оригинал подключаем его в коробке PCM флешер включаем блок питания наш вот он загрузился ставим 13 7 вольт 5 ампер и подаем питание вот мы сейчас подали питание на наш модуль управления включаем зажигание видим главное реле включилась у нас и сейчас будем делать идентификацию открываем PCM флеш адаптер выбираем татрикс openport mitsubishi colline bootloader включаем зажигание нажимаем чтение нам сейчас нужно прочитать прошивку вот он задает вопрос bootpin 11 использовать да мы используем 11 bootpin не через AUX bootpin делаем а через 11 выход openport flash auto он сам выберет какую надо включаем зажигание пошла идентификация модуля вход в режим программирования и пошло чтение ПО сейчас идет чтение ПО затем мы его модифицируем сделаем без иммобилайзера зальем обратно в блок подключим наш стенд и будем проверять на стенде как работает этот блок проверим полностью его работоспособность форсунки катушки используем вот такой блок питания ссылку я оставлю на блок питания внизу под видео в описании можете приобрести размеры блока сами видите габариты очень небольшие 30 вольт 10 ампер держит этот блок импульсный блок питания нагрузку держит очень хорошо плюс защита сможете приобрести сейчас идет чтение нашего блока файл успешно прочитан выключите сжигание выключаем сжигание сохраняем наш файл на рабочий стол так вот он у нас и давайте мы его с вами скопируем папку dumps уберем чтобы у нас бэкап был вот он на случай восстановления вдруг что-то пойдет не так делать и маов мы будем руками с помощью инженерного калькулятора без всяких автоматических редакторов и нажатии одной кнопки вводим значение 0 0 0 0 2 окей поиск у нас выдал вот эти значения значит когда заканчиваться 0 0 0 2 начинается константа иммобилайзера 52 и дальше идет уже признак 5e что нам нужно сделать с этим признаком нам нужно открыть инженерный калькулятор в хексе забиваем 5e и переходим в бинарник смотрим вот это значение 101 3 единицы 0 нам нужно вот эту единичку убрать то есть сделать 1 0 1 0 11 0 записываем это значение 101 0 11 0 что мы получаем в хексе 56 открываем наш файл вот мы получили 56 то есть сами понимаете что теперь нужно сделать с 5e и теперь мы его открываем и нажимаем запись включаем зажигание запись запись завершена успешно выключаем зажигание и теперь давайте подключим блок к нашему стенду сейчас нам нужно подключить форсунки катушки бензонасос ну и датчик коленвала распредвала вот наши провода отдельно у нас нагрузочная плата вот здесь в этой коробке собрано и давайте подключимся к блоку так отключим пока наше питание значит смотрим что у нас с форсунками это крайние контакты будут значит первая форсунка у нас идет это первый контакт так первый контакт дальше у нас идет четвертая форсунка четвертая форсунка вот сюда так дальше у нас идет вторая под ней дальше идет у нас третья еще ниже и остаются две форсунки то есть двигатель шести цилиндровый а у нас на стенде четыре форсунки то есть будем переставлять и смотреть остальные две катушек у нас тоже четыре но на этом блоке используется модуль зажигания каждая катушка идет на два цилиндра так что будут работать только три светодиода включаем катушки так они у нас идут вот таким вот образом сюда первая вторая и третья вот так вот мы подключим наши катушки и датчик коленвала и распредвала так топливный насос у нас вот зеленый выбираем так идет он на третий контакт вот он есть топливный насос и датчик коленвала распредвала вот здесь у меня написано это кранкшафт если красненько кембрик красненьким сделан это идет у нас выход датчика холла просто синенький это индуктивный выход значит нам нужен выход датчика холла то есть мы вставляем во втором разъеме у нас получается сорок пятый контакт это контакт номер два кранкшафт и включаем камшафт то есть датчик распредвала он находится под ним вот таким образом мы подключили наш блок напомню в митсубиси импульсы у нас на катушке идут положительные поэтому нам нужно переключатель сделать вот так сейчас будут положительные импульсы на форсунке вернее на катушке давайте попробуем запустить наш блок на столе выбираем митсубиси версия 1 и пробуем вот пожалуйста все форсунки и все катушки работают но работают они не очень корректно видите сигналы не совпадают когда побольше даешь тогда выходит и третий цилиндр давайте попробуем поменять другой сигнал митсубиси 2 вот тут уже у нас ближе тут уже у нас идет распределенный вот смотрите катушки работают форсунки работают форсунки сейчас работают синхронно не все вместе делают впрыск давайте попробуем еще версию 3 как она больше не крутить видите здесь совсем все по-другому получается сигналы не совпадают вот митсубиси версия 4 тоже видите не совпадает сигналы сейчас мы попробуем этот блок запустить вот таким имитатором от андрея это последний релиз ссылку на имитатор я оставлю внизу под видео можете приобретать смело значит нам нужно выбрать здесь в меню митсубиси трехлитровый вот смотрим митсубиси 3 литра юэсэй то что нам и надо собственно говоря у нас как раз и есть монтера юэсэй нажимаем старт и вот теперь смотрим как с этим имитатором работают форсунки и катушки теперь у нас идет точно распределенный впрыск и катушки также работают распределенно вот видите все форсунки четко включается по одной это благодаря вот этому сигналу митсубиси 3 литра юэсэй это митсубиси монтера вы помните что предыдущими сигналами мы пытались запустить работают не совсем корректно хотя катушки идут как положено у нас но форсунки мигают все вместе то есть синхронизации коленвала распредвала нету сигнал немного не такой а вот здесь вот как раз сигнал именно тот и поэтому форсунки у нас включается попеременно еще раз скажу что ссылку на этот генератор я оставлю внизу под видео можете смело приобретать в имитаторе очень много сигналов сейчас обращайтесь к Андрею он всегда на связи итак наш блок успешно проверим все работает то есть на столе и форсунки и катушки у нас работают исправно значит блок исправный было подозрение на блок но как видите проблема была не в блоке все исправно работает наш блок уезжает опять в Екатеринбург всем всего самого наилучшего крепкого здоровья хороших клиентов и много интересной работы например а а и Продолжение следует...